Что происходит на свете? Ваши уснувшие ранее порою дома. 12 телезрителей против знатоков. Андрей Колесников, Ливны. Галина Карасева, Чистая Борская. Сергей Штейн, Тверь. Алия Садыкова, Горно-Алтайск. Александр Чикин, Павловский посад. Сергей Нестеренко, Салихард. Максим Буренков, Трехгорный. Елена Гуреева, Курчатов. Денис Краснов, Нижний Новгород. Денис Володин, Базарный Сызган. Ольга Николаева, Химки. Игорь Волчков, Казань. 13 сектор. Начинаем игру. Вариантов много. Верный один. Альфа-банк. Для умных и свободных. В Новый год Винлайн раздает плюшки всем. Заходи на Винлайн и узнай, какой подарок выпадет тебе. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Росатом. Корпорация знаний. Против телезрителей в финале играет команда Дениса Элькиса. Менеджер проектов Дмитрий Филиппов, Санкт-Петербург. Физик Дмитрий Акулов, Керчь. Историк Виктория Головня, Тюмень. Журналист Кристина Залеускайте, Калуга. Физик Дмитрий Мишин, Долгопрудный. И капитан команды, инженер Денис Элькис, Тюмень. Интересы знатоков защищает советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Интересы телезрителей главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Веркашинский. Финал 2023 года. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Элькис, добрый вечер. Добрый вечер. Вам верится, что вы в финале года? Не вполне пока. Денис, и можно сказать, что вы отказались в финале во многом благодаря Дмитрию Филиппову, которому удалось выиграть решающий раунд? Дмитрий, скажите, это ваш первый сезон в клубе. Голова пока от успехов не кружится? Нет, не кружится нисколько. Мне очень повезло с командой, а нам всей командой повезло сыграть в финале года. Дмитрий, а вы не боитесь, что после победы на решающем раунде старожилы будут вам настороженно относиться? Мы исключительно поддержку чувствуем со стороны всех членов клуба. Ливны. Против вас играет юрист Андрей Колесневка, город Ливны, Орловская область. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Андрей, вы очень активный телезритель. И за последние три года играете по три раза в год. Но дело не в этом. Знаете, мне всегда приятно, когда игрок растет на глазах, вот как команда Элькиса. И вы тоже. Если вы начинали с простеньких блицов и суперблицов, то, признаюсь честно, перед этим финалом года мы решали, с каким из ваших вопросов вас приглашать. Даже выбор был. Андрей, скажите, а можно сказать, что придумывать вопросы стало вашей профессией? Нет, это скорее стало ежедневной привычкой. Скажите, но это правда, что вы не ложитесь спать, пока не отправили нам хотя бы один вопрос? В день. В этом году я действительно отправлял минимум по одному вопросу в день, но грамотно планировал свой график. Благодарю вас, Андрей. Переходим к вопросу. Господин Мишин. Да, господин Мишин. Денис. Скажите, а как вы относитесь к вопросам о хобби? С интересом, каждый раз. Тогда посмотрите на экран. Перед вами Фред Дэвис, легенда небольшого английского городка Шрусбери и его знаменитая лодка «Каракол». Чем же прославился Фред, спросите вы? С 1951 года по 1988 Фред занимался весьма необычным и важным делом, которое было дополнением к его увлечению. За свои старания Фред получал сдельную оплату на первых парах по 2 фунта за раз, хотя бывало и не разу, а бывало и несколько раз. Внимание, вопрос. За что же Фред Дэвис получал эти деньги? Он мячи для гольфа вывалил? А нет, что-то хорошее. Или футбольный? Или футбольское чудовище? Он не может изображаться? Ага. Изображает Лохнецкое чудовище. Что можно собирать? Нет, это было. Англичане. 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 Да, он собирает. Что можно? Он же может быть перезапевт, но пусть от пастой. В озере, в озере, что можно сделать? Если она вставать в мусор и жемчуг ловить, например. Это морские, морские. Если просто мусор вылавливать необычно, имя штанг, это что-то работает. Потому что не плавает, что-то не плавает. Нет, она переворачивается, садится, он в нее садится, он может изобразить футбольское чудовище. Она просто маленькая. В ней можно по дну ходить, чтобы в квадратики хочется положить что-то, например, функциональное, как вот эта сетка. А мячик футбольный, допустим, там поле рядом, он мяч футбольный может плавать? Он не может под ней оставаться как бы нырять, накрываясь лодкой. Основание есть, что-то, чем он помогает. Да, основное. Основание, футбол, допустим. Замокки, ведь вы плаваете или рыбачи. Ну, ухтесского нет, тогда столовая. Основание, восьмое, восьмое, что деньги получает? Тогда что? Возвучайте. Итак, кто отвечает? Кто отвечает, Денис? Я отвечу. Вы ответите. Хорошо. Нам кажется, что он с помощью этой лодки вылавливал мячи для гольфа. Мы знаем, что очень часто во время игры в гольф мячи попадают в воду. Он вылавливал их и из-за этого получал награду. А какое тогда у него было увлечение? Возможно, он и сам играл в гольф частенько. То есть, он играл в гольф, да? И когда мячи улетали... Мячи, да, попадали в воду, и он на лодке вылавливал эти мячи из реки. И таким образом еще и подзарабатывал. А он нырял, что ли, за мячами для гольфа? Нет. Ну, возможно, там же другие люди тоже играют. Он на лодке в реке, ну, или в озере, допустим. Ловит? В водоеме, да, он ловит. То есть, вратарь такой. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, господин Элькис, вот вы обсуждали Лохнесское чудовище, что-то такое, да? Да. Была версия про гольф и про футбол. Причем на футболе вы настаивали, но не выбрали эту версию. Почему? Побоялись идти против команды? Нет, мне показалось, что, ну, просто поле для гольфа все время рядом с водоемом находится, а вот футбольное поле не всегда. Ну, в том-то и дело. Поэтому у него и специфика такая. Внимание на экран. Футбол – главное увлечение мужчин небольшого английского городка. Стадион был построен на берегу реки и зачастую мяч улетал прямо в воду. Тогда Фред брал свою лодку и отправлялся к реке. То, что он делал, было очень важно для болельщиков и команды, ведь мячи в то время, господин Элькис, стоили очень дорого. За 30 лет Фред Дэвис проработал в качестве болл-боя и его рекорд – 5 выловленных мячей за одну игру. Все-таки был футбол. И 1-0 в пользу телезрителей. Господин Колесников, я вас поздравляю. Вы первый телезритель сегодня, который принес очко для своей команды. Господин Верхошинский, добрый вечер. Добрый вечер. В финал года – это пора опустошения специального вклада Альфа-банка. Скажите, вам нравится это занятие? Ну, мы специально в Альфа-банке этот вклад делали. На нем средства копились для того, чтобы к финалу года для телезрителей были прекрасные подарки. Тем более, что в финале года там накопилась рекордная абсолютно сумма. Да, вот я смотрю, 3 миллиона 322 тысячи рублей. И эту сумму разделят между собой телезрители, которым сегодня удастся обыграть знатоков. Второй раунд. Господин Элькис, чем крупнее вам удастся выиграть сегодня, тем большую сумму получат телезрители, которые вас могут обыграть. Вот если вы выиграете 6-1, то Андрей Колесников получит все 3 миллиона. Если, как в том году, сыграете 6-3, то каждый из трех получит по миллиону 100 тысяч. Госпожа Головня, скажите, а если вы выиграете 6-0, что будет? Такой вопрос надо, наверное, Дмитрию Филиппову задавать. Нет, я прошу вас ответить. Если вы выиграете сегодня 6-0, что будет? Ну, видимо, этот вклад перейдет на следующий год. Госпожа Головня, какой счет? Счет сейчас какой? 11. Счет какой? 1-0 в пользу? Вы можете выиграть 6-0? Сегодня, видимо, нет. Это правильно. А сейчас в Химке. Против вас играет бухгалтер Ольга Николаева. Город Химке, Московская область. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Ольга, вас, конечно, нельзя назвать очень активным телезрителем. Я бы сказал так. Вы стреляете редко, но метко. 4 вопроса, 4 победы. Это достойно. Достойно. И сегодня вы решили ударить знатоков, что называется, по слабому месту. По хоку. Я знаю, что господин Акулов очень любит вопросы про хоку. Ольга, скажите, ну зачем так? Ольга, чем вам нравятся вопросы про хоку? Собственно, сама поэзия интересна. Япония – это страна с интересными, это всегда что-то нечто оригинальное, необычное, со своей историей, традициями. А хоку – это тоже что-то интересное, где можно применить не только какую-то интуицию, но также и свои чувства в моменте, в котором описывает автор. То есть такое образное мышление? Образное мышление обязательно нужно для того, чтобы отвечать на вопросы по хоку. Видите, господин Акулов, внимание на экран. Господин Акулов, текст поняли? Ничего не разобрал, господин Ильич. Тогда послушайте. В одном из своих хоку Кабояси Иса заметил, что если это действие проходит на открытом воздухе, то кажется, будто сова смеется. Внимание, вопрос. О каком такое действие говорил поэт? То есть обычно это на открытом воздухе? Если он пишет хоку на открытом воздухе, и кажется, что сова себе акция, зачем? А, в этом ритм, что и сам ветер, допустим. Само чтение хоку не может быть. Что еще можно на открытом, а можно на закрытом? А как можно? Сочинение, это как можно. Когда ты что-то делаешь на открытом воздухе, обедать есть. А кипячить воду нельзя на открытом воздухе? А почему? А какой-то звук, да. То есть это звук чего-то похож на то, как, что можно? А может, пиро, звук пера, звук пера похож на? Скрипера. А если ты на какой-то музыкальной степени играешь, нет? На скрипке не похожи по звуковам? А японские инструменты какие-то? На барабане играешь? Смотрите, там же ритм все равно. Раз-два, 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 раз-два. Какой-то танец, танец не может быть. Больба какая-то. Читаешь копку? Или сочиняешь копку? Сочиняешь копку? Без того, что похожего сделать. Итак, кто будет отвечать? Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов, прошу вас, о каком таком действии говорил поэт? Мы предположим, что поэт говорил о чтении копку на открытом воздухе. Ну, решили прям вот, прям красоту, красоту. То есть, если читаешь копку на открытом воздухе, то кажется, что сова смеется. Да? Да. Это мы все будем смеяться. Господин Подожов, скажите, пожалуйста, а у вас есть версии на это? У нас очень много версий. Например? Ну, например, треск поленьев, когда горит огонь. А какие вы вообще действа знаете? Чаепитие. Да еще и японское. Чаепитие. Что еще? Какие вы? Ну, просто перечислите. Что японские действа, какие вы знаете? Японский театр, допустим. Раз. Кауки. Борьба с сумо. Так. Почему вы все это не обсуждали во время минуты? Действо же. Действо. Внимание на экран. Кажется, будто сова смеется. Поединок сумо на открытом воздухе. Так звучит Хокута Баяти Исы. Госпожа Николаев, вы в пятый раз обыгрываете знатоков. Я вас поздравляю. 2-0 в пользу телезрителей. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен Хрустальный Атом. Традиционный приз от госкорпорации Росатом. А определит лучшего Андрей Черемисинов. Скажите, Андрей, у вас вызывает беспокойство настрой команды? Мне кажется, они немножко растерялись. Ну, мне кажется, господин ведущий, что этой команде настроение не занимать. Это очень боеспособный коллектив. Не случайно они в этом сезоне выиграли две игры, проигрывая по ходу со счетом 4-2 и 4-1. Это правда? Да, то есть характер у команды мощный. У меня есть к команде одно пожелание и одна личная просьба. Пожелание, конечно, выиграть. А личные просьбы не могли бы выиграть по какому-то иному сценарию и не заставлять меня так нервничать. Благодарю вас, третий раунд. Господин Мишин. Да. А вы сами верите в победу? Ну, я ее скорее жду и пытаюсь проложить все свои усилия, чтобы ее достичь. Денис, скажите, вот в отборочной игре зимней Сирии хрустальный атом вы не получили. У вас досада присутствовала после той игры? Все-таки вы ответили на три вопроса, а Дмитрий и Филиппов всего-навсего на один в решающем раунде, а все лавры достались ему. Дмитрий Филиппов совершил подвиг. Я ответил на вопросы с помощью команды, а он справился самостоятельно. То есть у вас чувство неудовлетворенности не осталось? Ни в коей мере. Тверь. Против вас играет руководитель оздоровительного центра Сергей Штейн из Твери. Что-то Волчок решил... Добрый вечер, Сергей. Волчок решил с опытных телезрителей начать сегодня. Здравствуйте, господин Мишин. Здравствуйте. Вы знаете, честно говоря, я просто не могу поверить, когда слышу такое, что вы отправили за четыре года 900 вопросов. Как такое может быть? Это как? Как вы это делаете? На самом деле около 900. У меня есть хобби, я провожу для своих друзей викторины время от времени, и мне нужны вопросы. То есть вы нам отправляете то, что у нас не проходит, вы играете с друзьями или наоборот? Ну, получается так, что я отправляю где-то в год около 200 вопросов, а с друзьями я играю около 50. Поэтому сейчас с друзьями я играю эти вопросы, которые я отправил в 2021 году. Вот этот вопрос, да? Этот нет, он еще не играл. А сегодня, который играет вопрос, когда вы его отправили? Этот вопрос я отправил в начале апреля этого года. А, то есть он свеженький. Внимание, черный ящик. Господин Элькис, первое упоминание о том, что сейчас находится у нас за кулисами, можно встретить в русской летописи от 1376 года. А в черном ящике находится потомок предмета, о котором в России узнали в 1895 году. И, возможно, вы даже знаете, какого числа. Несмотря на то, что одно с другим никак не связано, лет сто назад, тому назад, появилось то, что их объединило. И это нам не удалось ни положить в черный ящик, ни разместить за кулисами. Внимание, вопрос. О чем речь? Внимание, вопрос. Да, 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 да. Мы слышим, что-то сооружение... Да, да, да. Ну точно, знаешь, как в Питнашке, например, у 5-ая, да? Питнашки, например, у 5-ая, да? А, опять, у Банглова у Грозного у Большего сына, там название дата есть. Может, Банглова убивает своего сыра, и вот этот там дата. 1900 партий, это 1922-ый же сооружение архитектурное с именематуры или что-то такое, что нельзя подрестить. Ребята, задайте, что там между ними? В летописи что-то написали, да? Упоминается о предмете, о самоваре, о худении, в часы... Время какое? 1995-е появление кинематографа ещё. Или радио. Или радио под кино. Мотография. Камера, может быть, камера... Можно знать, в каком числе? Картины 20-х годов, экраны, фильмы. Картины, фильмы 20-х годов. Предметы, фильмы с джазов. Если, например, чайник... Какой вопрос? О чём речь? И что везде? Пока непонятно. Если это самовар, то если какой-то чайник... Самовар, чайник... Купчей казах... Купчей казах... Итак, кто будет отвечать? Давайте Дмитрий Филиппов попробует. Прошу, Дмитрий. Так, ну мы предположим, что в чёрном ящике находится современный чайник. Вы знаете, какого числа он появился? Какого числа, к сожалению, не знаем. Так... А за кулисами? За кулисами самовар. Так, а что появилось сто лет назад тогда? Ну вот, была идея, что это должна быть картина, на которой изображено и то, и то, например. Вот. Ну, например, картина Купчиха за чаем. Понятно. Ну, растерялись. Конечно, господин Эльки, тяжеловато вам на таких сложносоставных вопросах, да? Но скажите, пожалуйста, вот всё-таки в этом вопросе было очень важно, что вот эта часть потомок предмета, о котором узнали в 1895 году, и, возможно, вы знаете какого числа. Были какие-то версии, которые вот на эту часть отвечали? Я слышал. Говорил это Дмитрий Акулов. Про 7 мая не знаете вы, что это такое? День радио. Вы же говорили радио? Радио я произнес. Произносили. Если в чёрном ящике радио, а за кулисами, ну, господин Эштейн, не волнуйтесь, я уже не засчитаю ответ, просто я хочу понять. Радио зацепили, знаете какого числа, да? А там какой-то старинный предмет за кулисами. Как-то передавать. Громофон. Барабан. Барабан. А, сарафан. Это кто говорит? Дмитрий Акулов. Это господин Мухин говорит. Господин... А чего господин Мухин помощь не предлагает молодой команде? Мы только с ваших подсказок будем отвечать на вопрос. А, вы научились своих подсказок. Внимание, правильный ответ. Итак, какой-то старинный предмет в паре с потомком предмета, о котором узнали в 1895 году. И это не удалось положить никуда. Ни в чёрный ящик, ни за кулис. У нас за кулисами старинный предмет одежды, посмотрите. Сарафан. 7 мая 1895 года впервые был продемонстрирован предок, откроен чёрный ящик, современного радиоприёмника. И теперь 7 мая день радио. Но объединило это выражение, господин Штейн, какое? Сарафанное радио, соответственно. Сарафанное радио, 3-0 в пользу телезрителей. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, какая» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Финал года – это, как говорил знаменитый актёр Лоуренс Оливье, время идти с козырей. И потому что пора. Потому что пора отмечать вдохновение, сенсации, какие-то невероятные моменты, как в большом спорте. И вот в этой игре совсем недавно мы помним, как господин Антохин взял Супер Блиц и сделал это, как первый знаток с лета 2021 года. Он установил планку. И надо сказать, что установил её для господина Филиппова, который тоже взял Супер Блиц. И это было красиво и незабываемо. Сегодня на зеркальном столе нет Супер Блица, а это значит, что время вручать подарки. И вот оно время наступает. Компания «Винлайн» – это спонсор суперэмоций, а значит и суперпечатлений. Но подарки тоже будут. Компания «Винлайн» дарит господину Филиппову поездку по типу «Всё включено» на первый этап гран-при Формулы-1 «Бахрейн». Компания Филиппов. Юрий, я вас поздравляю. Спасибо. Я вас поздравляю. Ну а сейчас пока… Денис, спасибо вам огромное. А сейчас пока реклама на Первом канале. В Новый год «Винлайн» раздаёт плюшки всем. Заходи на «Винлайн» и узнай, какой подарок выпадет тебе. Вариантов много. «Верный» – один. «Альфа-банк» – для умных и свободных. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. «Росатом» – корпорация знаний. Сегодня определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2023 года. «Бриллиантовая сова» будет вручена лучшему игроку, победившей команды. А если победит команда телезрителей, автор «Лучшего вопроса» получит ещё и карту «Альфа-банка» на сумму 1 миллион рублей. Четвёртый раунд. Я напоминаю, что помогать Владимиру Верхошинскому с выбором обладателей «Бриллиантовой совы» будут 4 академика. Жанна Бойченко из Калининграда, Наталья Алексеева из Борисоклевска, Жанна Полянская из Сыктывкара и Татьяна Медведева из Саратова. Добрый вечер всем. Спасибо, что вы приехали. А если победятся на такие, то наши магистры будут помогать Андрею Черемисинову. И Андрей Козлов поможет, и Виктор Сидниев поможет, и Александр Друзь поможет, если захочет. И Максим Паташов. Я хочу... Господин Паташов, ну вы всё-таки ещё, я рассчитываю на вашу помощь команде. Вы как-то поактивнее обсуждаете. Мы тоже рассчитываем, но пока трудно. Тяжело? Тяжело. Коза. Против вас играет офицер запаса Игорь Волчков из Коза. На прошлой игре Алексей Гиязов предложил взять в финал года вопрос, который не выпадет. И наш Волчок не выбрал вопрос Игоря Волчкова. И теперь Игорь с нами. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Владимирович. Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на такое развитие событий? Вы смотрели прошлую игру? Это развитие событий было фактически предрешено. Коротко историю. Когда началась игра, у меня на связи дочь в Питере, супруга здесь. Я сказал, или Волчок будет выберет первый вопрос, или мой вопрос останется последним. После этого был счет уже 1-4. Мне дочь написала в WhatsApp о том, что папа, если твой вопрос останется, его вдруг перенесут на годовой финал. Я сказал, через 5 секунд буквально представитель Альфа-банка это же озвучил. Я говорю, но это не случится, если знатоки не начнут выигрывать. Нужно, чтобы счет был близкий, тогда только один останется, конверт. Ну, знатоки меня услышали из 4-1, они начали 2-4, 3-4, ну и так далее, вы знаете. Поэтому все было предрешено. Скажите, Игорь, а как вам кажется, вот этот вопрос, который ваш, Дмитрий Авдеенко, смог бы на него ответить? Он был легче, чем тот, что остался? Тот, что выпал в последний момент? Вы знаете, ум знатоков такая сложная конфигурация, что сказать, наверное... Я думаю, что знатоки в какой-то период, момент, время могут ответить на все вопросы. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Итак, господин Авдеенко, слушайте тоже, я думаю, что вам интересно. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение. На всех разом, вдруг, от несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект. Внимание, вопрос. О каком эффекте речь? Внимание, сэна, ревизор. Внимание, сэна, ревизор, потому что там все молчат, но сэма перед ней не было. Перед этим должно быть жестко. Это электрический, да, вот это, да. Вот, чтобы наэлектризовать... Электрика, как понятие, существует... Типа загреться в магазине свету, что-то такое? Какой-то конец игры, игры, что-то, вот, конец... Вот, конец фильма, как своего... Вот, смотрите, вот, разом, рука, это что-то быстрее... Это, вот, все замерло. Еще и последний... Раз за разом, поехали. Можно и поехали. Это не последнее, во-первых. В немой сцене там, в двух словах, последнее есть какое-то, да? Какое-то, ну, перед, перед, перед... Да, перед... Давайте еще что-то... Чтобы все замерло. Волосы должны дыбом встать, помните? Или какая-то неожиданная разразка, с ужасами, какие-нибудь пола, вкраски... Театральная паста, может, другая какая-то еще? Как-то занавес, когда выстраиваются. После последнего слова, может, это встежка или после последнего слова? А фильм какой-то, не может, встежка? Может, после проведения... Фильм какой-то, да, встежка. Да, встежка была, димная версия, да, встежка была. А вот это вот Вексика, это какое время вообще это? Ну, непонятно. Может быть, любое, а постановки могут быть в любое время. Девятнадцатый... Дмитрий Акулов. Прошу вас, Дмитрий. Мы считаем, что речь идет об эффекте немой сцены в «Ессеревизор». Господин Друзь, вы мешаете? Господин Авдеенко, а вы бы как ответили? Тут как бы... Я не понимаю. Нему сцену изображаю. И что с вами, Волчок? Ну, помните 2007 год? Нет. Это уже выше моих сил. Там была история, когда я не смог на решающем раунде ответить на «Глобус». Вы задали следующий вопрос, и я без... Да. Когда выпал следующий вопрос, да, вы сразу... Да, вы тогда сразу не переносили на следующую игру, а сразу же предложили вскрыть конверт, и... А, и опять повторение истории. Да. Правильный ответ. Такой эффект по задумке Николая Васильевича Гоголя должна произвести на зрителей немая сцена в «Ревизоре». Господин Акулов, я вас поздравляю. Первый очко для своей команды вы принесли. Игорь. Ну, к сожалению, вы проиграли, но... Поучаствовали. Я вас поздравляю. Пятый аут. Госпожа Залиускати, две недели назад вы дебютировали в клубе, и уже в финале года. Довольно стремительная карьера у вас. Скажите, а вы уже прочувствовали, в чем особенность игры в присутствии телезрителей? Вы как-то поглядываете на телезрителей, как они реагируют? Спасибо. Мне кажется, приятнее даже какой-то контакт иметь. Скажите, вот в этом сезоне приз «Крустальные сова» получали только женщины. Алена Повышева, Юлия Сусликова и Жанна Бойченко. Вы морально готовы к ним сегодня присоединиться? Если Вика присоединится к ним, я еще больше, мне кажется, порадуюсь. Извините, мне пора. Итак, 13-й сектор. По традиции, под Новый год в 13-м секторе ведущий против знатоков. Алена Повышева, Юлия Сусликова и Жанна Бойченко. Мазанули. Здорово. Есть немножко. Да, это обидно. Ну, Андрей, приятно. Ну, честно говоря, я не ожидал вас видеть в финале, но надо уже знакомиться поближе. Теперь к вам надо привыкать по-взрослому. Расскажите, у вас в команде есть какие-то традиции командные? Ну, например, что вы делаете перед игрой всегда? Мы входим все в одно место поужинать. Так. Ну, не будем секрет раскрывать в какой, но некоторые знают. В одно место ходите поужину. Так. Виктория, скажите, а что вы делаете после игры? Ходим ужинать в другое место. Расскажите, а что вы, как вы отмечаете обычно, вот как это выглядит? Всегда есть какое-то командное обсуждение. Не то, чтобы мы сходу разбираем ошибки, но делимся какими-то эмоциями, впечатлениями. Потом обычно делимся этими же эмоциями с другими. А кто у вас самый веселый? Вот кто, кто любит весело поотмечать? Мне кажется, капитан. Капитан самый веселый. Ну, хорошо. Смотрите на экран. Перед вами башня, построенная в 1482 году. В 1638 году рядом с этой башней появилось новое здание с банкетным залом. Внимание, вопрос. Куда регулярно отправлялись его завсегдатые? Так, на что это похоже? На шляпку? А это банкетный зал не может быть? Ребят, ну, куда-то они стоят? Они, получается, приходят в банкетный зал, и эти люди куда-то отправляются. Они сказали, какая-то завсегдатые нового? Нет, это может быть, типа варка какая-то. Ну, на Петербурге немножко похожа. Они обедают постоянно, а потом отправляются, вот как-то связано с обещанием. А как это с этим обещанием связано? На что это похоже? Там снег все время падает. Удал шампанского отмечать, что ли? А это моряки не могут быть какие-то? Что-то допить за свечами. Может, в свечной заводике, а не за свечами. По годам там свечи, там еще электричного не было. Наших спиров на территории. В Америку не может быть, что в Америке. Да, регулярно. Они там отметили, ну, как-то служили, отправили снег. Зачем нам еще дали эти годы, да? В 15 век, вот что-то типа там... Почти 200 лет прошло. Ребят, ну что, зачем нам там знания дали? Важно, как-то, все, антропляция. На что дальше попасть? На вокзал, там, река, вот, есть. На патефон, музыкальный, да? Речка, 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 рядом. Музыкальный магазин? Мострия, рядом, да. А если регулярно, это уже, ты выходишь, что-то откачать, и ты выходишь, смотрите. Там снег, смотрите, да. Еще секунду, ребят, в больницу отправляйтесь, потому что... Время закончено. Тишина. 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 И что, никто... Все молчат, да? Прошу, кто будет отвечать? Тишина. Я отвечу. Так. Тишина. Вот мы видим, что крыша довольно такая покатая, и, возможно, посетители соседнего заведения, на них постоянно с этой крыши падал снег или сосульки, например, и они отправлялись в больницу после этого. Тишина. Хорошая версия. Тишина. А чего все молчат, я не пойму. Может, версии есть на уверенности? Ну да, уверенности нет. А как есть? Есть версии про Нобелевский комитет, который здесь ужинает, а потом ходит голосование. Да. С тысячи суток. Нет, на здании это построили. Уборайте у нас. Уборайте. Что ж там? Долговая тюрьма. Уборайте. Ну, хорошо. Ладно. Переговорим. Госпожа Медведева, у вас нет версии? Тогда смотрите. Давайте с вами... Внимание, правильный ответ. На самом деле, вы же понимаете, что когда я выхожу, что-то в ответе должно быть что-то очень такое прям на поверхности. Ну, давайте рассуждать. Если это построено в 1482 году, да, то это, ну, какая часть земли? Ну, Европа. Европа. Прямо, скорее всего, северная. Да? Ну, как бы построение. Ну, северная Европа. А потом, в 17 веке, вы что-то про северную Европу знаете. Это что? Какие вы? Какие северные страны вы еще знаете? Ну, Великобритания, еще кто? Ну, Норвегия, Швеция. Да. Нидерландия. Нет, еще. Финляндия. Так. Вот вы знаете про Нидерланды. А что вы знаете про 17 век, про Нидерланды? Там жил художник, известно. Великобритания. 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 Да. Вопрос был, куда регулярно... Вопрос был, куда регулярно отправлялись? В ночной дозор. 4-1 в пользу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы делаете в равных частях, между проигравшими и не сыгравшими телезрителями. Я люблю, когда к Новому году у всех есть подарки. Никаких возражений, господин Великобритания. АПЛОДИСМЕНТЫ Шестой раунд. Господин Элькис, Денис, вам показался сложным этот вопрос, да? Непростой. Непростой. Ну вы же, ну вы поймите, здесь, вы же так мало знаете всего, ну 15 век, что вы вам, нет, не вы лично, а вообще вот, и я в том числе, мы мало знаем про это время. И если спрашивают, то надо искать что-то такое на поверхности. Господин Друзь, а вы-то чего меня опозорили? Вы-то чего не ответили? Про ночной дозор. Прежде всего, господин Ильич, потому что он не ночной, как выяснилось, после реставрации картины. Но дозор — это правильный ответ. Нижний Новгород. Против вас играет журналист Денис Краснов, город Нижний Новгород. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, господин ведущий. Можно сказать, что вы начинающий писатель? Да, вполне можно сказать, да. И пишете сейчас свой первый роман? Пишу, практически закончил, и, в общем, да, осталось только довести дома, скажем так, подшлифовать. И представить широкой публике. Расскажите знатокам, в какой именно момент вам позвонили и пригласили участвовать в финале года? Мне кажется, это интересно. Вообще, звонок редактора застал меня вот как раз в процессе написания моего первого романа. И по сюжету одна любовная линия достигает своей кульминации именно здесь, в Нескучном саду, буквально на фоне охотничьего домика. И я воспринял приглашение на финал года тоже как своего рода кульминацию. Кульминацию и своей работы, и всего вообще уходящего года, ну и, конечно, кульминацию моей давней любви к что, где, когда. Скажите, Денис, а почему вы решили задать вопрос по творчеству Владимира Набокова? Можно сказать, что это ваш любимый писатель? Ну, скорее, это один из тех писателей, с которым я при написании своих работ внутренне сверяюсь. Он, ну и еще, пожалуй, Гайту Газданов. Чехов тоже. Благодарю вас, Денис. Перейдем к вопросу. Послушайте, уважаемые знатоки. Вдоль набережной белели фасады гостиниц. Дальше гостиницы второго сорта. Дальше опять параллельная улица и гостиницы третьего сорта. Внимание, вопрос. С чем Владимир Набоков сравнил такое устройство прибрежного города? И с чем море? Сцена, это сцена, море, это театр, это первый, второй, третий ряд. Слушай, а первый, второй, третий ряд. Портепиано. Портеп, балкон и еще что-то. Да, 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 но это театр. Да, да. Да, да, да. Портепиано. Сцена, это первый, второй, третий ряд. Да, зубы, язык. Лучше, похуже, похуже. Места просто, места театра. Еще другую версию, пожалуйста, что что-нибудь вот море, хорошее. Смотрите, белое, белое очень красивое, потом не очень красивое. Не нравится все, понятно. Белое, черное. Там два вида, они три. Там отрежда, да? Подолы плачья, подолы дыхания. Смотрите, а как оно началось? Смотрите, а как оно началось? Сцена, с чем камнем море, а с чем... Отвечаю, Денис Мишин. Прошу, Денис. Давайте предположим, что такое расположение он сравнил с театром, где ближе всего к сцене, соответственно, находятся лучшие места. Вот, соответственно, море, предположим, это сцена в театре. Итак, ряды в театре, да? Ну, ряды, либо даже зоны, может быть. Портер, амфитеатр. К несчастью, не помню, какой из них считается лучшим. А теперь, внимание, правильный ответ. Владимир Набоков сравнил ряды улиц с рядами в театре, а море он сравнил со сценой. 4-2. Госпожа Любинская, Дарья, как играют ваши подопечные? Вы ими недовольны сегодня? Мне кажется, что ребятам вначале не очень повезло с вопросами, выпали сложные, но я думаю, сейчас пойдет лучше именно поэтому. Ну, футбол, вот футбол. Ну, первый вопрос, господин ведущий. Не разогрелись, сложно, да. Скажите, Дарья, вот у меня такое ощущение, что если сравнивать с другими командами, команде «Элькису» удалось в этом сезоне добиться максимального, если можно сказать, прироста в силе. Шагнуть вверх на большее количество ступенек, чем остальные. Вы согласны? Мне кажется, да, ребята проделали колоссальную работу за этот год. Господин Авдеенко, а вам, как кажется, вот команда Дениса «Элькиса» в этом году показала прирост в силе? Я считаю, что многим командам стоит брать пример с команды «Элькиса». А в чем, Дмитрий? В том, как спокойно они играют, несмотря ни на какой счет, ни на какое психологическое давление. Они действительно получают удовольствие от игры, делают это, играют эффективно. Госпожа Повышева, ну а на заре вы ведь начинали с этой командой, вот они доросли до таких высот, до финала года. У вас смешанные чувства? Нет, у меня абсолютно нет смешанных чувств. К тому же мы не прям расстались за эти годы с ребятами. То есть мы до сих пор периодически, если я могу им помочь, им помогаю, с огромным удовольствием. И я действительно абсолютно согласна с тем, что сейчас в клубе команда «Элькиса» приросла сама к себе больше, чем другие, больше, чем мы, например. Поэтому все, что происходит, оно происходит потому, что должно. Благодарю вас, Алёна. Господин «Элькис», Денис. И перед тем, как уйти на рекламу, я не перестаю удивляться, вот до своего любимого счета 2-4. Опять дошли. Счет 4-2 в пользу телезрителей. Обычно с этого момента вы начинаете выигрывать. Посмотрим, как получится сегодня. Но пока и реклама на первом канале. В Новый год Винлайн раздает плюшки всем. Заходи на Винлайн и узнай, какой подарок выпадет тебе. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Росатом. Корпорация знаний. Господин Казанский прошел 6 раундов. Счет 4-2 в пользу телезрителей. Какой развязки вы ждете сегодня? Драматичный, господин ведущий. Потому что игра идет до 6 очков, как говорит господин Козлов. 4-2 это счет для камбэка, который может делать господин Элькис. Ну и судьба в виде волчка вполне может подбросить все, что угодно. Кроме разве что трех билбордов на границе Карабулака. Вот это хорошая новость. А все остальное, вы знаете, мне кажется, абсолютно точно играется. И как повернется колесо фортуны, тут я сказать не могу. Но я точно знаю, что за всем этим будет январь. А неделя осталась. А это ведь время подарков. А у Винлайн второе имя как раз подарки. И я вам могу сказать, что в этом году Винлайн дарит подарки абсолютно всем. С 25-го числа новые пользователи уже давно вместе с нами. Вы заходите на сайт или мобильное приложение, крутите колесо фортуны и выбираете себе подарки на Новый год от Винлайн. Благодарю вас, Денис. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в 2024 году, присылайте ваши вопросы на игру по электронной почте адрес вопроссобака.твоигра.ру либо старинным способом по почте на Королева-12, либо новомодным, заполнив специальную форму на нашем сайте твоигра.ру. Господин Верхошинский, а какую сумму заработают телезрители за весь 2023 год? Ну, если я все правильно посчитал, то чуть меньше 20 миллионов рублей. Все-таки меньше, да? Господин Верхошинский, я хотел бы добавить, но не миллион, но хотел бы сказать, что сегодня Альфа-банк вручит 1 миллион рублей телезрителю, обладателю бриллиантовой совы, и тогда сумму будет значительно больше 20 миллионов рублей. Вы так самоуверены, Алексей? Я поражаюсь каждый раз. Ну, а сейчас Чистая Борская. Против вас играет педагог Галина Карасева, поселок Чистая Борская, Нижегородская область. Галина Федоровна, добрый вечер. Вечер добрый. Как вам у нас в зале? Тяжело стоять? Не очень. Не очень? Я себя чувствую хорошо. Там Гиязов с Верхошинским вас опекают? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы 48 лет проработали учителем начальных классов. Скажите, эта школа в вашем поселке была, Чистая Борская, да? Да, очень маленький поселок. Скажите, а места красивые у вас? Очень красивые. А чем вы любите заниматься? Чем я люблю заниматься? Вы знаете, поселок ведь очень маленький, всего 1240 человек проживает. Прекрасный был. И я люблю заниматься, особенно в летнее время, ходить на природу, любоваться. У нас природа изумительная. А сколько в лесу природных богатств не сосчитать. Вы их собираете? Обязательно. Скажите, пожалуйста, а вот дом свой вы любите? Дом, в котором вы живете, вы любите? Да, люблю. Ничего у вас не раздражает в нем? Вы знаете, иногда что-то раздражает. Но вы знаете, вот такая бытовая тема, какая-то прямо-таки непредвиденная, да? Меня раздражает, например, вот сейчас очень низкая температура в моей квартире. Батареи чуть-чуть топят, слегка. И приходится одеваться тепло. До того вечера это меня очень раздражает. Благодарю вас, Галина Федоровна. А сейчас давайте к вопросу. Господин Элькис, по словам Константина Поустовского, Петр Ильич Чайковский очень любил дом в клину. И лишь одно раздражало его и нарушало творческую идиллию. Но если композитору удавалось этого избежать, он в отличном настроении приступал к работе. Внимание, вопрос. Что же раздражало Петра Ильича? Петуха утра. Пол скрипел. Звук какой-то. Петуха утра. Петуха утра. Петуха не избежать. Это можно избежать как-то. Нет, можно закрыть окно. Что? Окно закрыть. Скрип, но это мы какие-то звуки. А что, вот звук какой-то еще, кроме пола? Где звук? А если он поет? Окна скрипятся. Ребята, он музыку пишет вот так. Я не знаю, звук какой-то мешает. Это звук птицы поет может быть. Половиция. Ранний подъем, просто ранний подъем солнцем может. Ему не нравится, не спать рано. Слушай, пожалуйста, шторы зашкутся. Как можно здесь с утра? Раннего подъема просто петух не в шей. Но если гости ему не нравились, если гости, 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 гости. Как можно избежать костей? Не пришли костей, гости, не пришли костей. Давайте звуком, звуком все-таки. Не жать костей. Не, Ноте, пока пол приколит, я лучше. А почему? Бежать, почему? А что? Здесь как ты сбежишь? Да, пол, 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 пол. Закроешь? А как можно избежать? Прискрип, скрип, 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 скрип. Просто он прошел. Еще настроение прямо улучшается. Что-то не спел. Итак, минута закончилась. Я отвечу. Прошел. Родилась такая версия, что его раздражал скрипучий пол. Если ему удавалось избежать наступить на нескрипучие половицы, то он очень этому радовался. Денис, это ваша версия была, да? Да. Это вы говорили. На этот раз, в отличие от футбола, вы решили никого не слушать и выбрать свою версию. А теперь, внимание, правильный ответ. Чтобы добраться до рояля, композитору приходилось идти по деревянным половицам. Чайковский перед началом работы старался не наступать на те, которые скрипели. По словам Паустовского, композитор раздражал скрип половиц. Четыре-три. Галина Федоровна, не забудьте, вы как-то ее отделили. Галина Федоровна, спасибо вам большое. Господин Верхошинский, сегодня половина членов команды телезрителей играют у нас впервые, а другая половина опытная. И я слышу, что часто многие возмущаются, когда играют известные телезрители. Как вам кажется, может быть, опытных надо запретить? У меня другой на этот счет взгляд, господин ведущий. Главное, для меня лично, чтобы вопросы были красивые, интересные. А опытные это телезрители. Ну, наверное, им чуть-чуть легче, потому что они опытные. Или это новички. Вот для меня лично не так важно, как красота вопроса. Благодарю вас. Дозвоним Черемисиным. Благодарю вас. Андрей, а у вас есть позиция по этому вопросу? Вот я понимаю, что это противоположная сторона, но все-таки. Да, у меня есть позиция. Я считаю, что за почти полувековую историю клуба сформировались не только профессиональные знатоки, но и профессиональные телезрители. И это отрадно, потому что это настоящая игра профессионалов. А сегодня, с моей точки зрения, время профессионалов. Благодарю вас, Андрей. Господин Козлов, а вам, как кажется, имеет значение опытные телезрители? Или вот первый раз? Сегодня ровно половина пополам. Ну, я себя вывожу за скобки. Почему? Господин ведущий, я вам скажу, что мне близка как раз позиция господина Игоря Хашинского. Мы прежде всего оцениваем, конечно, красоту игры. А красота игры – это красота вопроса. И вот, конечно, когда мы видим в начале игры фотографии знакомых телезрителей, мы их отдельно приветствуем. Они уже как будто приходят к нам в дом, как старые знакомые. И ты думаешь, а какую подлянку он тебе приготовил, простите, в этот раз. Но мы рады здесь просто хорошим вопросам. Впрочем, у других здесь и не бывает. Благодарю вас. Благодарю, Андрей. Господин Мухин, я так понимаю, что вы тоже придерживаетесь такой же позиции. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Вам абсолютно все равно. Нет, мне не все равно. Я как раз наоборот призываю новых телезрителей больше писать вопросы и создавать здравую конкуренцию нашим профессиональным опорам. Восьмой раунд. Господин Эльгис, счет 4-3, да? Но в истории вашей команды что только не было. И решающий раунд играли, и в присядку, и в финале серии играли. Это правда. А вы что-то новое успели понять в финале года? Что это за игра такая? Очень волнительная, господин ведущий. Но из-за чего? Мне кажется, большая ответственность на нас. Мы все-таки представляем клуб в целом сегодня. И это добавляет немножко волнения. Ну, базарный сызган. Против вас играет музыкант Денис Володин. Поселок базарный сызган Ульяновская область. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин ведущий. Скажите, пожалуйста, а для вас имеет значение, против какой команды знатоков вы играете? Вот вам лучше играть против молодой или против опытной? На самом деле, господин ведущий, есть такая фраза. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Так вот, у меня такой же принцип. Я люблю игру в себе, а не себя в игре. Поэтому мне главное играть и видеть процесс зарождения версии и правильного ответа. Денис, ну вообще я так понимаю, что вы наш постоянный именно зритель. Вы смотрите программу с детства. Наверное, столько же лет, сколько ее смотрит Александр Друсин. И я знаю, что в детстве у вас была стойкая ассоциация, суббота это что, где, когда и баня. Что теперь, Денис? Мы перешли на воскресенье. Вы теперь в баню ходите по воскресеньям? Дело в том, господин ведущий, что раньше я жил в деревне, а сейчас я некоторым образом не так давно переехал туда, где не имею возможности. К сожалению, в отличие от господина Друзья. Ну, кстати, господин Друсин регулярно ходит, он вас может приглашать. Ну, обсудим. Кстати, осенью ваш вопрос об ансамбле «Березка» был признан лучшим как раз на игре команды Мухина, в которой играл Александр Друсин. Вы знаете, Олесь, Денис решил углубиться в эту тему. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы – артистки Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надежды Надеждиной. Чтобы успешно решать поставленные творческие задачи, соответствуя традиционному образу русских девушек, мы с коллегами поддерживаем хорошую физическую форму. Иногда ограничиваем себя, например, в мучном и сладком. Также по окончанию концертного сезона руководители напоминают нам еще об одном ограничении. Артистки, нарушившие этот негласный запрет, почти наверняка на какое-то время будут заменены в составе номеров и могут подвергнуться штрафу. Внимание, вопрос. Через минуту ответьте, в чем состоит этот запрет. Желаем удачи. Досрочный ответ, господин. Досрочный ответ. Итак, кто отвечает? Отвечает Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов проснулся. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый. Надеюсь, что удачно проснулся. Вы, кстати, единственная, по-моему, в этом году команда, которая... Или это было в прошлом, господин Элькис, когда вы досрочно неправильно ответили? Это было в прошлом году, осенью, да. Да, помню. Итак, прошу вас. Дмитрий Филиппов. Если коротко, мы надеемся, что девушкам не нужно загорать, потому что они поддерживают образ русских красавиц в белолицах. И те, кто загорают, на какое-то время выпадают из деятельности труппы, потом, когда загар сходит, возвращаются обратно танцевать. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, вам придется сегодня, Денис, как вы сказали, любить... Любить игру в себе. Игру в себе. Это абсолютно правильный ответ. Еще становится 4-4. Дмитрий Филиппов сравнивает счет. И у вашей команды, господин Элькис, теперь пропадает помощь клуба, потому что счет равный. Но появляется дополнительная минута на размышления. Девятый раунд. Господин Филиппов, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вы эту историю знали или вы догадались просто по ходу вопросов? Честно говоря, мы договариваемся, что мы отвечаем досрочно, если знаем, но тут я догадался. Вы догадались, обманули все. Хорошо, что хорошо кончилось. Если бы неправильно, я бы сказал, что знал. Ну, вы там маленькую оплошность допустили. Там самое главное не в том, что она белолицая, чтобы она не отличалась от других. Там в этом специфика, чтобы в ансамбле... Настолько глубоко они разбираются, что они в футбольных ансамбле. Ну да, но я тоже решил не разбираться. Горно-Алтайск. Против вас играет хореограф Алия Садыкова из Горно-Алтайска. Алия, добрый вечер. Здравствуйте. Я слышал, что вы мечтали обнять всех знатоков. Это правда? Правда. Начинайте, я подожду пока. А еще говорили, что если нельзя все, хотя бы Александр от друзья. Да. Прошу вас. Господин Веркашинский, господин Черемич, но видите, на такие с телезрителями уже просто вратаются. Алия, вы работаете в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Да. Скажите, вы сказали детям, куда вы едете? Нет. Не сказали? Не сказали. То есть они не знают, что за вас сегодня надо болеть? Знает директор. Может быть, она сказала. Вы играете в первый раз и говорили, что вам важно очень именно выиграть. Почему? Ну, потому что с такой дали я приехала, не просто так, наверное, за победой. А у вас какая-то есть идея, как деньги потратить? Да, конечно. Поделитесь? Нет. Ну, не хотите, не надо. Хорошо, не рассказываю. Итак, Газборин Элис, по воспоминаниям одного из сотрудников, началось это в 80-х годах 19 века, после того, как к ним впервые заглянула известная московская сваха. После этого зачастили туда семьи купцов и мещан, кто с дочкой на выданье, кто с сыном. Ходили, разговаривали, смотрели друг на друга. Когда этот сотрудник спросил хозяина, не против ли он подобных смотрин, хозяин ответил, пусть ходят, их дело. Хоть так. Внимание, вопрос. Где работал автор этих воспоминаний? Возьмите, смотрите, галерея, хозяин, хотя бы так приходили. А что мне может быть? Нет? А, музей не может быть какой-то? Третьяковская галерея, хозяин Третьяков, нет? Восковые фигуры, может быть? Туда не ходили изначально, да, да, да. А там приходили? Библиотека, может быть, библиотека, и туда не ходили. Хозяин библиотеки, наверное, да. А восковые фигуры не нравятся? Магазины? Это русская магазин вроде Гумы. Может быть, 1880-х годах. Магазины, в том, что это не популярное место для ряда. Это что-то преобразование, куда никуда не ходят. Библиотека, школа, институт какой-то. Там и мужчина, и женщина, потому что и дочку, и сына приводили. И еще, видимо, это есть хозяин. Почему туда вообще все зайдите? Это как-то какой-то клуб, какой-то театр. Посмотри, и хозяин. Да, и хозяин, и хозяин, и хозяин. Да, может быть, какой-то... Минуту... Ну, давай галерею попробуем. Не, пятиковскую, да? Да, обязательно русский. Пятиковскую галерею. А пятиковскую галерею всем нравится? Итак, кто отвечает? Денис Мишин. Денис Мишин, прошу вас. Давайте предположим, что, ну, хозяин заведения, очень делается, что хотя бы так к ним приходят люди, в том числе решают свои вопросы, тем не менее как-то образовываются. Ну, то есть получают какие-то полезные знания, знания в таком виде, можно, видимо, получать, наблюдая за чем-то, либо просто... Давайте к вопросу, к ответу переходите. Давайте предположим, картинная галерея. Это все, что вы хотите сказать? Возможно, Третьяковская галерея. Давайте, картинная или Третьяковская? Так, давайте на Третьяковской все-таки остановимся, возможно... А теперь, внимание, правильный ответ. Звонин Эльгис. Ну, вы вообще по краю ходите. Самое главное, я не понимаю, почему, если версию Третьяковской галереи сказал Дмитрий Филиппов, а Денис Мишин сказал музей вообще, вы даете ему отвечать. Он же запутается. Не запутается он. Ну, почти запутался. Да, владелец галереи, Павел Третьяков, был не против и говорил, пусть хоть так заглядывают в культуру. 5-4 в пользу знатоков. Алия, но, к сожалению, у знатоков с друзьем пообщались. Реклама на Первом канале. Пойдем. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Росатом. Корпорация знаний. Вариантов много. Верный – один. Альфа-банк. Для умных и свободных. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Росатом. Корпорация знаний. 5-4 в пользу знатоков. Десятый раунд. Господин Элькис, ну вы, у вас еще одна традиция. Вы до пяти очков дошли. Да. Ваша команда всегда доходит до пяти очков. И это ваша маленькая победа. Но теперь я думаю, что вы уже думаете о победе большой. Мы думаем о том, чтобы взять следующий вопрос. А остались у нас вопросы из Павловского Посада, да? Салехарда, Трехгорный и Курчаков. От этих телезрителей зависит судьба финала. Павловский Посад. Против вас играет инженер Александр Чикин. Город Павловский, Посад, Московская область. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, господин Эдущий. Это ваш единственный вопрос, который вы придумали и отправили на игру «Что, где, когда». Да, единственный и первый, но не последний. Скажите, почему вы вообще решили это делать? Вот вы не отправляли, не отправляли, и тут вдруг. Вот что произошло? Почему вы решили? Отправлю-ка я его на что, где, когда. Как-то в понедельник, вернувшись после просмотра очередной игры, на работе с коллегами обсуждали. Ну, может, отправить вопрос. И вот так родилась идея. Но, несмотря на то, что вы только начали, я слышал, что вы грезите о бриллиантовой сове. Вы всерьез хотите ее поймать с первой попытки? Господин ведущий, с тех пор, как мне позвонили и сказали, что мой вопрос может быть в финале, у меня были самые различные мысли от того, как я здесь буду стоять, сидеть, что буду говорить, ну и куда ставить бриллиантовую сову. Ну, пока речь, Александр, не о сове. Сейчас, внимание, ласточка. Господин Элькис, перед вами два головных вагона и два пассажирских. Хотите, соберите их, хотите, разберите. И послушайте. Пассажирское движение электропоездов «Ласточка» по московскому центральному кольцу МЦК было открыто в 2016 году. Обслуживание и ремонт поездов проводится в депо в Москве. Но через пять лет после запуска МЦК было принято решение примерно раз в месяц отправлять каждый электропоезд в Подмосковье, после чего поезда снова возвращаются на МЦК. Понятно? Вопрос. Для чего поезда отправляют в Подмосковье? Они по кругу ездят, у них одна половина стачивается, меняют местами, может быть, колеса, понимаешь? Меняют местами? Ну, колеса вот так вот. Смотрите, а поезд? Какие колеса на базу на 180 градусах. Да, можно перевезти, чтобы не было. Смотри, в Москве по кольцу ходит он всегда в одну сторону или в разную? Нет, могут перевезти в другую сторону. А тут совсем другую. Через пять лет, в 2021 году, через пять лет, что-то износилось уже. Там что, в Подмосковье? Есть какие-то прогулки. Есть какие-то прогулки. Есть какие-то прогулки. Вот эта часть вот в сторону, а потом вот в другую сторону. Их ездят туда, потом обратно. Или как у них два головных вагона нам раздали. Что они? Они их не переводят по гутям. И что, и что, и что? У них всегда одна сторона стачивается, потому что два вагона, колеса, колеса. Да, да, да. Их не разворачивают, и есть червенцы. И что, зачем отправлять Подмосковье? Чтобы равномерно стачивалось. Там, да. Поменять, например, шесть вещей. Вот как-то, да, чтобы стачивалось равномернее. Вот с кольцами. Итак, прошу, ваш ответ. Я отвечу. Мы знаем, что поезда «Ласточка» по МЦК ходят по кольцу. Соответственно, возможно, у них колесные пары стачиваются. Какая-то одна сторона больше, другая меньше. И их отправляют в Подмосковье, чтобы эту неравномерность выровнять, чтобы пустить, соответственно... Ну, каким образом? Меняют направление движения поезда. Ну вот, возьмите вагон и покажите, что происходит. Вам специально выдали... Ну, вот, например, они едут в эту сторону. Ну, возьмите один, вам удобнее будет. Так, вот они... Ну, мы представим, что это все поезд. Да. Они едут по кольцу. У них одна сторона... Эта часть понятна. А вот в Подмосковье что? В Подмосковье их пускают таким образом, чтобы они другой стороной, соответственно, по кольцу ехали в другую сторону. Ну, вот так, например. И у них уже, соответственно, другая сторона стачивается таким образом, равномерно. Сейчас, подождите секунду. Покажите, как это происходит. Если он просто повернет, ничего не произойдет. Ну, посмотрите сами. Ну, возможно... Господин Мишин, не подсказывайте. Вы же отвечаете. Прошу. В Подмосковье они меняют положение и движение вагона так, чтобы неравномерность с точки колес нивелировалась. Нет, общий ответ понятен. Но для чего отправляются в Подмосковье? Что там? Идея понятна. А что именно делают? Они поворачивают колесную пару, соответственно... То есть их поднимают. Да. Поворачивают колесную пару, наоборот ставят ее. И возвращают на МЦК обратно. Таким образом уже с точки колес по-другому происходит. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Эльгис, а куда вы так спешите-то? У вас есть дополнительная минута. Для чего поезда отправляют в Подмосковье? Ну, стачиваются. Да, дальше-то что? В Подмосковье что происходит? Вы эту часть вопроса не придумали. И у вас есть дополнительная минута на обсуждение. Господин Чикин, я сейчас зачитаю правильный ответ. А вы примите решение, можно ли засчитывать такой общий ответ знатоков. В этой части вы правы. Движение поездов идет по кругу. Из-за этого одна колесная... Одна сторона колесных пар изнашивается больше другой. Чтобы постоянно не обтачивать колеса, инженеры нашли оригинальное решение. Раз в месяц каждая ласточка отправляется в Подмосковье, где нашли подходящий участок. Посмотрите, как происходит это. Следите внимательно за меткой. Следите, господин Эльгис. Поезд доехал до нужной станции. Затем совершает маневры. До второй станции. До третьей станции. И опять возвращается на первой. Видите, теперь метка оказалась с другой стороны. При этом на каждой станции машинист пересаживается в другой головной вагон. Вам вот эту часть надо было придумать. Ласточки отправляет в Подмосковье для разворота на 180 градусов. Прошу вас, Александр. Викторий ведущий, я прошу прощения. Давайте мы не будем просить Александра решать, что этот ответ правильный. Он явно заинтересован на лицо, он волнуется. Мы все слышали ответ на этот вопрос. И может быть, конечно, в общем, команда и сказала про стачивание колес. Но то, что поезда просто разворачивают в обратную сторону, это суть ответа на вопрос. Она не прозвучала даже после вашей подсказки. Господин ведущий, позвольте мне тоже не решаться. Мне кажется, ответ был совершенно верный. Но мне нужен аргумент. Они даже слово «разворот» в ответе не сказали. Они сказали, что маневр для другого стачивания колеса. Это правильный ответ, господин ведущий. Господин Чернисин, поезда разворачивали для того, чтобы они ездили в обратную сторону по кольцу. Ну что вы, разворачивать там поезда, а не стачивать колеса, маневры и прочее. Ну что вы. Итак, все-таки, Александр, я у вас спрошу, но принимать решение буду сам. Вы как считаете? Господин ведущий, колесные пары не переворачивали. По-моему, такой был ответ. Господин Элькис, давайте по результату. Мне кажется, что вы решили просто поверхностно ответить на этот вопрос, не погружаясь, что именно происходит. А это все-таки финал года. Вы как-то по верхам решили все. И счет становится 5-5. А самое главное, господин Элькис, у вас была минута. Куда вы тогда спешите? Разберитесь. У вас же есть возможность для этого. 11-й раунд. Итак, на столе остались 3 вопроса. Я сейчас подскажу нашему оператору. Вот за креслом капитана 3 человека стоят. Это Сергей Нестеренко из Салихарда, Максим Буренков из города Трехгорный, Илена Гуреева из Курчатова. И от кого-то из них зависит результат этой игры. Волнуетесь, Сергей? Ну, если посмотреть на стол, то Сергей Нестеренко у вас шансов, конечно, побольше. Да, Салихард. Против вас играет графический дизайнер Сергей Нестеренко из Салихарда. Здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте, Сергей. Вы впервые играете в команде телезрителей и сразу в финале года. И прислал единственный вопрос еще при этом. Тоже единственный вопрос. Скажите, а вы как отреагировали на приглашение? Вот какая первая реакция у вас была? Первая реакция, наверное, была нервный смех, потому что я не мог поверить, что окажусь на любимой передаче, потому что, ну, любил смотреть ее и люблю смотреть с самого детства. И просто был поражен. Ну, и даже отказывался ехать сюда. Скажите, а вот когда ваши родные узнали о приглашении, как они отреагировали? Ну, жена и старший сын пожелали удачи. А вот младший сказал, что, пап, у тебя нет шансов, они слишком умные. Поэтому... В смысле, знатоки. А какая команда тогда играла, когда сын смотрел на экран? Команда Максима Поташова. А, тогда играла команда Максима Поташова. Сергей, ну и последний вопрос. Вы могли предположить, что ваш вопрос выпадет при счете 5-5? Нет. Абсолютно нет. Сейчас, скорее всего, мои родные смотрят игру, наверное, очень волнуются. Ну, посмотрим, кому пойдет. Послушайте, в 20-х годах, 20-го века, господин Элькис, один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать, читать он не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказок. Сергей, шпаргалку не забыли? Взяли с собой. А как же оно тут? Покажите ее знатокам. Смотрите. В первой части доклада... В первой части докладчик говорил о том, что рыбы на Ямале много, а вот снастей надо было побольше. Во второй части доклада просил разрешить ненцам охотиться на песца. Да. Внимание, вопрос. А о чем просил оленевод в третьей части своего доклада? Там перевернутая стадо, это маленькая оленевод. Смотрите, один оленяра. Они потом переворачиваются. Они вверху, наверху, завернуты. Перевернуты. Почему два перевернутых? Они смогут забивать оленей, ждут и падают. Оставлять тушку. Сколько мы им можем дать какие-то? Подковать, подковать, чтобы не падали. Подковать, подковать, подковать. Подковать, подковать, подковать. Интересно, товарищи, хорошо. Но они не падают, они к северу, они на север. А если это вообще как-то неизвестность была? А что, может, если двое умерли, то что-то делать? Опиденье может так нехнуло. Вакцинировать, вакцинировать. Чтобы оттуда у него поплыли. А окажется, что он эти саленними пришел. А, подождите, сначала... Да, дать двух оленей. А может быть, он реально... Умерли по пути, а ему могли... Олени идут в середине. Он же без оленей. Он же без оленей. Вы с тобой еще могли дать оленей? Он же приехал, он приехал без оленей. Но он мог с ними приехать. Хотя два оленя, хорошо. Да, если он на них приехал. Если он приехал на них попросить еще двух. Господин ведущий, мы бы хотели воспользоваться дополнительной минутой. Пожалуйста, просим вас повторить вопрос полностью. А, ну если Сергей не возражает... Нет, нет. В 20-х годах 20 века один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать, читать не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказок. В первой части докладчик говорил о том, что рыбы на Ямале много, а вот снастей надо бы побольше. Во второй части просил разрешить немцам охотиться на песца. А о чем он просил в третьей части своего доклада. Ребята, их пять, да? Он просит, что-то... Пять, и два почему-то... Вы посмотрите, перевернутые там, мертвые, или как? Школу открыть, нет, если он читать писать не умеет. Школу открыть. Чтобы считать просто. Да, 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 да. Причем тут беремки, знаю. И тут уже дайте что-то еще. Маленькие олены, дайте второго человека. Дайте еще оленей, дайте второго человека. Дайте еще оленей, дайте еще оленей. Человека сюда еще выйдет, чтобы вывели больше людей, чтобы следить. Он идет в конце. Двое умерло? Последние. Он идет в конце. Это первый олень ему. Он, понимаете? Это государство это просит. Выделить что-то. Да. Может быть врача, ветеринара, чтобы меньше болели. А, ветеринара? Да. У них нет совсем ветеринара. Да, чтобы... Выделить врача, потому что морд, морд или... Потому что они сами себе не смогли. То есть, вакцинацию так лучше провести. Выделить ему двух оленей, чтобы он доехал обратно, может быть, все-таки? Чтобы обратно врач, а еще что? Врачи, выделить ему оленей, потому что... Ну, еще один вопрос. Нет, он есть. А что он просил? А что он просил? Ветеринар? Ну да, болеют они. Ветеринар. Итак, кто отвечает? Ответит Кристина Залюскайте. Кристина, очень ответственный момент. Что вы придумали? Мы придумали, что несколько оленей вот на лапах, а двое, кажется, болеют. Возможно, этот человек просил выделить ветеринара или какую-то медицинскую помощь, чтобы вакцинировать животных или просто как-то спасать их. Ну, скажите что-нибудь одно. Просил помощи в лечении животных. Ну ладно вам, чего вы. Так все хорошо было и начинаете прятаться. Просил? О чем? Чтобы ветеринара выделили. Вот. А теперь, внимание, правильный ответ. Вот эта вот манера, понимаете, как... Вы не слушайте господина Козлова. Дадите один ответ вдогоночку, еще парочку, троечку, и пусть ведущий выбирает, какой ему подходит. Последний, обычно. Кристина, в третьем рисунке, на третьем рисунке, какой-то человек и несколько оленей, которые лежат, некоторые из которых лежат ногами вверх. В третьей части своего доклада оленевод просил прислать в тундру ветеринара. На сороковой секунде второй минуты Кристина Залиускайте приносит победу своей команде 6-5. Счет становится 6-5 в пользу знатоков. Команда Дениса Эльки содержит победу в первом же своем финале года. И вот имена победителей. Денис Мишин, Виктория Головня, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Акулов, Кристина Залиускайте и Денис Элькис. Поздравляю вас. Но есть победители и средители зрителей. Счет 6-5, поэтому призовой фон делится на 5 частей. И таким образом по 664 тысячи получат. Андрей Колесников, город Ливны, вопрос о футболе. Ольга Николаева из Химок, вопрос о сумо. Сергей Штейн из Терри, вопрос о сарафанном радио. Александр Чикин из Павловского фасада, вопрос о поясах. Ну а мою часть разделят между всеми проигравшими и не сыгравшими телезрителей. Максим Куренков и Елена Гуреева вы не сыграли, но я надеюсь, что еще сыграете. А какой-то выигрыш у вас, хоть небольшой, но будет. А сейчас внимание. И сейчас мы переходим к церемонии награждения. Сначала приз за самый яркий ответ года. Если вы весь этот эпизод будете держаться за руки, у вас руки затекут. Честно говоря, господин Верхошинский, эмоционально мне хотелось выбрать в этом году Татьяну Медведеву за ответ на вопрос Жанны Бойченко о цветах в горшке. Татьяна, это было здорово, но, на мой взгляд, все-таки яркий ответ должен быть за столом. Как говорит Александр Друзь, на диване вообще все отвечают на вопросы. Долго в кандидатах у меня был Владимир Антохин за его победу в Суперблиц. Но потом Суперблиц выиграл Юрий Филиппов, и выбрать между ними я не сумел. Особняком для меня стоят два ответа Анастасии Шутовой. О слепых прослушиваниях и особенно о рекламных плакатах с соседями. Это было очень ярко. Но я подумал, это ведь результат блестящего командного обсуждения. Кому давать приз? Анастасии Шутовой? Или Юрию Филиппову запас? Или Максиму Поташову, который дал нужный вектор для обсуждения? И мне пришла в голову идея сделать новый приз «Золотая минута». Приз команде за лучшую минуту обсуждения. И команда Максима Поташова будет первым обладателем этого приза. С вами Поташов. Честно говоря, сам приз еще находится в стадии разработки. Но я вам пока вручу в качестве «Золотой минуты» свои песочные часы. И в следующем сезоне вы их сможете обменять на дополнительную минуту на обсуждение. Еще раз спасибо. Хочу вас лишний раз послушать. Уважаемые телезрители, если вы не видели это, посмотрите первый раунд игры от 3 декабря. Не пожалеете. Ну а самым ярким ответом в этом сезоне и самым важным, хотя сейчас, честно говоря, я засомневался, но все-таки был ответ Дмитрия Филиппова в решающем раунде. Вопрос был о ремне безопасности. Дмитрий, я вас поздравляю. Уважаемые телезрители, кто не видел, посмотрите последний раунд игры от 10 декабря. Тоже не пожалеете. А сейчас будет определен лучший игрок 2023 года. Господин Черемисинов, кто получит «Хрустальный атом»? Кто, на ваш взгляд, был сегодня лучшим? Ну я, во-первых, рад тому, что команда Дениса Элькисова сыграла по своему любимому сценарию 4-1, потом 6-5. А лучшим игроком по итогам этой игры и по итогам года в целом, конечно, Капитан. Денис Элькис, вы лучший игрок сегодня, по мнению Андрея Черемисинова. Напоминаю, что согласно регламенту, если кандидатуру, предложенную господином Черемисиновым, поддержат магистры, то решение будет принято. Если нет, придется решать мне. Прошу вас, господин Друсь, давайте сегодня с вас начнем. Давайте, господин ведущий. Я полагаю, что команда не одержала бы победу, если бы не дополнительная минута, взятая Дмитрием Филипповым. Дмитрий Филипповым. Вы считаете, что это самое большое достижение Дмитрия Филиппова? Нет, у него много достижений, но сегодня было очевидно, что именно эта дополнительная минута сыграла решающую роль. А то, что ответ решающий дала Кристина Зайю, скажите, это неважно. Она его придумала тогда, когда было время. Понятно. Ну, тогда надо поблагодарить всех транспортных работников, которые нас сюда доставляют. Ну, хорошо. Господин Сиднев, добрый вечер, рад вас видеть. Я согласен с господином друзьям, просто хочу напомнить, команда играет сегодня как раз потому, что господин Филиппов сначала взял решательство и плюс минута, которая, почему не раз. Звонин Козлов. Знаете, я размышлял все это время, и когда вы рассказывали, как вы размышляете о призе за лучший ответ, я понимал, что мои мысли идут в этом же направлении, но кто же лучший игрок? Перед игрой мне казалось, что это Дима Филипповым. Потом, я думаю, что это Денис, потому что он много чего издает. Здесь два Дениса, два Дмитрия, поэтому вы лучше с фамилиями. Ну, легко догадаться, Рейлькис. Денис Рейлькис. Нет, Мишин тоже, конечно, хорош, но все-таки Денис Рейлькис. Но, знаете, вот лично для меня эмоционально я понимаю, что Штирлиц еще говорил, что вспоминается последнее слово, но тем не менее ничего бы не было, и бы мы сейчас с удовольствием награждали телезрителя за лучший вопрос с бриллиантовой собой. Поэтому странно, наверное, за один ответ и всего на второй игре предлагать наградить игрока. Но она прошла огромный путь отборочных туров. Она пробилась в команду, она вошла в команду. И если бы она не придумала, и самое главное, потом бы не ответила, то сейчас бы ничего не было. Поэтому для меня лично Кристина Залезская. Ну и господин Поташов, что вы скажете? Знаете, конечно, Дмитрий Филиппов, может быть, главный герой этого года. Но сегодня, и не только сегодня, мы увидели блестящую командную игру. С моей точки зрения, это всегда заслуга капитана. И ответ про Чайковского тоже был блестящий. Я же верю. Итак, опять господин Теремисинов, мне придется отдуваться. Увы. Увы. Но я от себя хочу добавить. Кристина, это очень здорово. Очень здорово. То, что вы помогли команде, внесли свой вклад. Да, огромный вклад внес, огромный вклад внес Дмитрий Филиппов. Но, внимание, лучшим игроком 2023 года, с моей точки зрения, становится человек, который эту команду собрал, натренировал, еще играет все время, в каждой игре отвечает сам на вопросы. Он эту команду просто выстрадал. Это Денис Элькис. Я вас поздравляю. Награда ждет вас. Денис Элькис становится обладателем бриллиантовой совы. Денис, я вас от души поздравляю. Теперь 2023 год будет в нашем клубе ассоциироваться с вами и с вашей командой. Команде тоже огромное спасибо. Вы очень достойно сегодня выглядите. Ну что ж, а сейчас пришла пора прощаться. Нам предстоит длительный перерыв. И чем же все это окончится, госпожа Любинская? Будет апрель. Будет апрель. Да, наступит апрель. И начнутся игры в клубе «Что, где, когда». Я поздравляю всех телезрителей и знатоков с наступающим Новым годом. Господин Элькис, ну а сезон 2000, такой блестящий для вас сезон 2023 года в клубе «Что, где, когда» закончен. Большое всем спасибо. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ситься. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить. Ибо сколько в юге ни кружить, Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же, В честь новогоднего бала, Руку на танец, Сударыня, Вам предложить. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok